Николай Бут, первый вопрос, ваше аплодисменты. Здравствуйте, ребята. А, да, подожди. Подожди, Коля, секунду. Забыл объявить тему конкурса. Беспроигрышная серия. Вот такая у нас тема конкурса. Теперь, непосредственно, Николай, пожалуйста. Что-то, может быть, поменяло. Я теперь все сломал вообще. Ребят, у меня вопрос такой, вопрос-сиквел из первой игры. Кто был, тот поймет, кто не был, тому и не надо. Ну, так вот, если бы за футбольный клуб «Металлург Запорожье» играли КВНщики, было бы так же смешно? Было бы не так грустно, Коля. Было бы хотя бы весом. Мы уже вторую игру выясняем, что случилось с «Металлургом Запорожье». Итак, Коля, твой вопрос отвечает. Коня мне. Было бы так же, что... Осторожно, окрашно. Ой, осторожно, окрашно, прошу прощения. Было бы так же смешно. Сейчас все КВНщики за «Динамо Киев» играют. Школьная сборная, пожалуйста. Было бы так же смешно. Они бы так же 5-0 получили. Жаль, что «Металлург сам не выходит, не отвечает. Я послушаю. Квартианова, да? Это много. Итак, Дубна, пожалуйста. Было бы так же смешно. Это не твоя война, брат. Тути-тути-трути. Было бы так же смешно. Но было бы не так обидно. Каня мне. Каня, было бы так же смешно. Ну, не знаю насчет смешно, но актерочка точно получше была бы. Спасибо. Мальчик так переживал, что папа его заругает, что не возвращался домой до конца срока истечения уголовного дела. Школьная сборная, пожалуйста. Складывается впечатление, что мамонтенку плевать на отца. Тути-трути. Бесплатный Wi-Fi помог соломенскому военкомату привлечь на службу 30 хипстеров. И коня мне. После смерти Мэрлин Мэнсон попадает снова на свой концерт. Школьная сборная города Суммы остается на этой сцене, а все остальные по одной шутке. Правильно? Совершенно да. Ну, таким образом у ребят могут закончиться шутки, если что. Так что будьте бдительны. Придется импровизировать. Пожалуйста, осторожно окрашено. Очень-очень-очень невезучая кошка прожила все свои 9 жизней в Баварах. Тути-трути. Чернобылец Володя жалуется на маленькую пенсию. Ну, конечно, два рта прокормить. И коня мне. Акция. Сковородка Тефаль за 500 гривен. Так сказать, покупаем сковороду за сковороду. Давай, пенсия. Здравствуйте. Наверное, многим уже известно, что танец «Ганговый стайл» вообще этот стайл весь южнокорейский, уже покорил весь мир. Его даже умеет танцевать уже генсек на дар. Внимание, вопрос. Кто же из представителей «Вековной Рады» первее выучит этот танец, на мой взгляд? Все говорят «Назар». Он может сразу танцевать несколько стилей. Разговаривать на нескольких языках одновременно и танцевать несколько стилей. Я уже готов одного человека отправиться в сцену. Я так понимаю, замена ведущего, да? Охрана, отмена. Скорая сборная. Внимание, вопрос. Кто же из представителей «Верховной Рады» первее выучит этот южнокорейский «Гангном стайл»? У Королевской теперь куча времени. Тути-фрути, пожалуйста. Кто быстрее выучит этот южнокорейский танец? Лешко, он еще тот «Секси лейди». Осторожно окрашены. Кто из «Верховной Рады» быстрее выучит «Гангном стайл»? По-моему, с тем, чтобы что-то выучить, в «Верховной Раде» вопрос вообще не поднимается. Знаешь, Денис, мне кажется, именно такие законы проходят сейчас в «Верховной Раде». Кто первый выучит «Гангном стайл»? И все начинают голосовать. Я, 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 я. И вопрос, вернее, ответ от команды «Военность» Дубна. Пожалуйста. Кто первее в «Верховной Раде» выучит «Гангном стайл»? Разумевляйте ржавную мовлю. Между прочим. Китаянки учатся целоваться на желтых помидорах. Шкала зашкаливает. Одна шутка от вас. Пчела, яка вкусила фифти цента, почала собирать не мед, а кокаин. И тут и крути. Для увеличения заработка стриптизерша Наташа начала выступать в семейках. Здрасте. Здрасте. Мне вот только что в голову пришел вопрос. Написанный дома. Видимо. Беспроигрышная серия «Шахтера» составляла около 30 матчей. Пришло мне только что в голову. Зачем они вчера подались, тут же спрашиваю я вас всех. У нас футбольная тема актуальна сегодня, да? Не случайно, да? Ты что? Ты сам из Симферополя, почему тебя интересует «Шахтер»? «Шахтер» в Донецк, мне интересно. Там есть «Ставрия», например. В «Ставрии» там все нормально. Все понятно. Давай, задавай вопрос, осторожно яглаши. Полностью? Ну, желательно. Можно вторую часть? Зачем она вчера поддалась? А можно полностью вопрос, пожалуйста? Окей. Пожалуйста, Юр, Рустын. Беспроигрышная серия «Шахтера» составляла около 30 матчей. Внимание, вопрос. Зачем они вчера поддались? Главное, что беспроигрышная серия «Партии регионов» не заканчивается. Полностью было страшно. Беспроигрышная серия «Шахтера» составляла около 30 матчей. Зачем они вчера поддались? Это твоя война, братка. Беспроигрышная серия «Шахтера» составляла около 30 матчей. Зачем они... Поддались? А, нет, тот же самый вопрос. Зачем они вчера поддались? Походу, они перед этим в клубе поддались. Поддались. Ну и тебе, собственно, Рустын, решать с твоими четырьмя товарищами. Кто же покинет эту сцену с результатом 5,6 балла? Либо, я напоминаю, есть штрафной круг. Мы хотели быть штрафной, да. Штрафной круг, пожалуйста, все команды по одной шутке. Осторожно окрашены. Аспаль, я вижу, что Кэрбэпэр, а как вы выигрываете в «Города»? Сумы. Новорожденный клоун сделал из своей пуповины пуделя. В Дубно, пожалуйста. В Дубно спайдермен ходит пешки, то что там только две высотки. Казани, пожалуйста. Твой вопрос, который ты должен был, наверное, заранее приготовить. Но пусть будет для тебя конкурс «Импровизация». Да, пожалуй, неожиданно передали мне Дома Ильича, ребята. Спасибо, что скачили. В прошлый раз было гораздо меньше, но... Это говорит о том, что КВН набирает обороты, или что... Люди начинают любить КВН. Да. Опять же, КВН-какивно. Ну, а теперь, собственно, вопрос. Да, простой вопрос. Почему вы не Шева? Почему вы не Ириша Блохина? Суммы, пожалуйста. Почему вы не Шева? Почему Ириша Блохина? Судя по вашему голосу, кто-то другой набирает обороты. Ну что, студенты? Сейчас бы звучала фраза «И я, Ириша Блохина». Да. Да. Судно, пожалуйста. Полностью. Если полностью меня вообще возмущает ситуация, на самом деле что происходит? Я спрашиваю вас. Почему вы не Шева? Почему вы не Ириша Блохина? А почему этот мальчик возле тебя вообще ничего не выводит? Никого рыпнул? Я на русском. Вот, вот, вот. И школьники побеждают, судя по всему. Школа, школьная, школьная, школьная. Два, школьные шумы на кино. Школа, школьные шумы на кино. Шесть баллов огромная! Школа за шкалами. Пять целых восемь десятых баллов. Ваша высшая…